Всем привет! Ну, в «Слуги народа» очередной серьезный скандал. На этот раз народный депутат Николай Галушка, значит, мажоритарщик от Киевской области, заявил о том, что выходит из партии «Слуга народа», потому что «Слуга народа» продает места в списках на выборы местные, которые состоятся 25 октября. Сейчас я вам расскажу все под на год, но вы не забывайте подписываться на канал, и сжать колокольчик, и телеграм-канал тоже не забывайте присоединяться. Итак, что же происходит? Галушка сказал, что продают места в списках. На самом деле это знают все, что «Слуга народа» продает места в списках по всей стране, не только в Киевской области, а везде. И для этого и партизацию сделали, они социально выборы опустили планку, потому, начиная с какого населения, выборы на партийной основе, до 10 тысяч человек. То есть у нас теперь даже в селах, потому что у нас теперь укропненные ОТГ, и многие сельские ОТГ больше 10 тысяч избирателей. Так вот, даже в селах выборы на партийной основе. Для чего, друзья? Для того, чтобы продать места в списках. Где за сколько? Где, может, за корову, а где, может, и за 100 тысяч долларов? В общем, тут все как раз понятно. Ему ответил Александр Дубинский, знаменитый человек, мама любит скорость. Значит, оказывается, что кроме как он интересуется не только Румынией, но и Киевской области. Он возглавляет Киевскую областную организацию «Слуги народа». И он сказал, что это Галушка хотел продать места в списке. А они ему не дали, видимо, опередили. В общем, смотрите, тут или Галушка прав, или Дубинский, но места в списке продавались точно. То есть вопрос только в том, кем. Или, скорее всего, обоими, но кому-то это удалось лучше. Вот такая история, друзья. Это и есть коррупция. Самая настоящая политическая коррупция. Продажа мест в списках. Иначе это назвать нельзя. Кто там рассказывал, что нет коррупции, что там Зе без коррупции? Где все это? И посмотрите, они уже в открытую друг другу поносят. Вообще Зеленский не может навести порядок даже в собственной команде. Не то, что там еще кварталовцы как-то держатся, а за пределами полный бардак. А о какой стране ей может идти речь? И они уже сливают и в открытую говорят. Дальше будет больше. Напомню вам про Геолероса, который обвинил его в коррупции. Они его исключили из фракции. Интересно, что будет с Галушкой. Сейчас его исключат из фракции или сам выйдет? В общем, уже крысы бегут с тонущего корабля. Помните капитан Врунгель? Мультик классный, старый. Там была яхта Победа, которая превратилась в яхту Беду. Ну вот, Зеленский уже капитанствует на яхте Беда, это очевидно. И такими темпами скоро ему придется куда-то бежать. Лучше бы он уже ушел сам, и чем быстрее он это сделает, тем лучше. Друзья, держим строй.